Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Китай вообще создают отдельные версии фильмов и поют под дудочку цензуры Поднебесной, как миленькие. А ответ прост, студиям нужны деньги. И в ближайшие пару минут мы расскажем вам, как именно Голливуд прогибается под Китай, на примерах, о которых вы и не слышали. Мы поговорим не только о супергероях, с цензурой связаны скандалы вокруг аватара, войны миров Z и, конечно же, звездных войн. Но сразу поясним, этот ролик не о политике, и он не призван разжигать ненависть. Мы просто приводим факты, а что с ними делать, решайте сами. А начнем с Железного Человека 3. В прошлом видео мы рассказывали, что у фильма есть вторая концовка, снятая специально для Китая. Теперь пройдемся по вопросу подробнее. Во-первых, речь не только о концовке. Для Китая Дисней отснял сразу несколько сцен. Речь о целых четырех минутах хронометража. Китайская версия фильма начинается с вопроса о том, как Железный Человек восполняет потраченную энергию. И на экране появляется ответ в виде молочка Гули Дуо. Китайские блогеры разбомбили фильм за такой наглый продакт-плейсмент. Но этому есть причина. Молочко Гули Дуо в 2013 году попало под скандал, ибо в нем нашли кучу отравляющих веществ. Китайское правительство потратило кучу сил, чтобы убедить жителей в безопасности местного молока. И Железный Человек 3 стал одним из орудий пропаганды. Ругаете российские фильмы за рекламу продуктов? Тогда ругайте и Марвел, ибо киновселенная их переплюнула. Исключением в историях о цензуре является разве что Дэдпул, создатели которого сразу пояснили, что не будут ничего ни для кого цензурировать. Правда, вот во второй части все же это сделали. Но речь шла не о Китае, а о Дисней, чтобы показать ей, как Дэдпул может жить в детском возрастном рейтинге. Новости о появлении Дэдпула в Марвел будто возвращают нас в 2016 год. Никаких забот, кинокомиксы каждый месяц, на носу Война бесконечности. Прекрасное было время, не правда ли? И хоть возвращение Райана Рейнольдса придется подождать, способ скоротать время с удовольствием имеется. Ведь рейд тоже может вернуть кое-какие забытые чувства. Речь об играх из детства, где мы сражались с темными волшебниками, помогали королям и раскрывали пророчества. Рейд Shadow Legends как раз про это. А еще про крутых боссов, потрясный геймплей и возможность играть где угодно, как на ПК, так и на телефоне. За годы контента и регулярных обновлений к игре присоединились миллионы игроков, которые сражаются за орков, нежить и другие расы. Их здесь 16, и в каждое огромное количество уникальных чемпионов. Взгляните-ка на наших любимых эльфов. Чемпионы этой расы одним видом заставят взять их к себе в команду. Кому-то нравится их коллекционировать, кому-то рубиться в ПВП, а кто-то предпочитает битвы с боссами. В этом и прелесть рейд, которая берет за душу. Делать здесь можно все, что угодно. Мы обожаем сражаться на арене, но и сторонники ПВЕ игры найдут для себя занятия по душе. Несмотря на успех, рейд постоянно совершенствуется и выпускает новых чемпионов. Вот, к примеру, концепт-арты некоторых из них. Такой детализации в мобильном гейминге не найти. И именно любовь к деталям — отличительная черта игры, влюбившая в себя миллионы игроков. Почему бы вам не стать одним из них? Качайте рейд по нашим ссылкам в описании. И в качестве нового игрока получайте 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, 1 день ускоренной прокачки, ключ кланового босса и крутого чемпиона в ворожею. Неплохие такие бонусы, не правда ли? Поторопитесь, ибо они будут доступны только следующие 30 дней. Реклама «Молочка» не ограничивалась одним упоминанием. Версия «Железного человека 3» для Китая добавила сразу двух китайских актеров — Хуэга Ванга и Фан Биньбинь. Девушка является самой популярной актрисой Китая. И Marvel поступила хитро, дав ей небольшую роль ассистентки доктора Ву. Сюжетной нагрузки у девушки никакой, однако постеры с ее участием помогли собрать внушительный 121 миллион долларов. А заодно еще раз продвинуть молочко. Его доктор Ву на протяжении 10 секунд, но очень уж долгими гладками пьет в фильме. Невероятно медленная и ненужная сцена служит лишь одной цели — еще раз прорекламировать китайское молоко, чтобы каждый зритель успел прочитать его название. Думаете, это последняя сцена продакт-плейсмента? Как бы не так! Еще одна эксклюзивная для Китая сцена рекламирует производителя тракторов и кранов очередным долгим кадром, случайно фокусирующимся на логотипе. Несколько других сцен более адекватны. В них китайские дети поддерживают Железного Человека, а доктора обсуждают детали операции на сердце Тони Старка. Она и является альтернативной концовкой, и Фан Биньбинь вместе с доктором оперируют Тони. Факт вызвал смех даже у патриотичных китайцев, которые не понимали, кто вообще на планете поедет в Китай, чтобы посетить доктора. Но тем не менее, сцена эпично завершила фильм, обыграв могущество китайской медицины. Ну и на сладкое добавим, что Фан Биньбинь вставляли и в Людей Икс. В днях минувшего будущего она играла небольшую роль, чтобы точно так же продвинуть проект в Китае. В целом, в задумке Марвел не было ничего плохого. Многие франшизы вставляют в свои фильмы сцены для определенных стран. Взять тот же блокнот Капитана Америка из второго фильма. В нем Стив помечал, что нужно наверстать после пробуждения. Для России выпустили версию с Высоцким развалом СССР и Гагариным. В Латинской Америке в блокнот добавили Шакиру и Марадонну, а в Англии – Битлз. Но разница в том, что с Железным Человеком 3 для Китая Марвел переборщила. Добавить китайских актеров – это здорово. Пара лишних сцен в Китае – тоже неплохо. И даже то, что Тони за каким-то хреном поперся в Поднебесную, чтобы вытащить реактор, кое-как укладывается в логику. Но реклама молочка, кранов и тракторов – это уже лишнее. Тем более, что по забавному стечению обстоятельств, все это было выгодно китайскому правительству. В лучших традициях русских фильмов Железный Человек 3 определенно заработал Марвел не только деньги с билетов. Продакт-плейсмент в 200-миллионных блокбастерах стоит дорого. Так что цифра сборов фильма в Китае определенно не финальная. О прочих разборках Марвел с Китаем мы уже рассказывали. Особняком стоит случай с Доктором Стрэнджем, описанный тысячу раз. Мы поясним лишь одну деталь. На Западе, как вы знаете, взять белого актера на роль черного или азиата – это смертный грех. В Китае, в свою очередь, такой же грех брать тайваньца, гонконгца или тибетца. Перед Марвел стоял тяжелый выбор – взять тибетца на роль древнейший, как этого требуют комиксы, и разозлить Китай, или, в свою очередь, взять белого вместо азиата, тем самым разозлив США. Но вы помните, чем все закончилось. Роль получила Тильда Суинтон. То есть Марвел предпочла не злить Китай, даже зная, что за это подвергнется критике в США. К слову, с этим связана бомба замедленного действия, которая может бахнуть в Шан-Чи. Ибо злодея Мандарина в фильме сыграет Тони Люнг-Чи. Проблема даже не в том, что Китай ненавидит, когда азиатов показывают злодеями. И даже не в том, что в комиксах Мандарина олицетворяет все стереотипы, связанные с Китаем. Проблема в том, что актер родом из Гонконга. А у этого региона, как вы наверняка в курсе, с Китаем отношения тяжелейшие. Весь прошлый год там бушевали протесты, и, возможно, Китаю не понравится, что Марвел взяла актера из горячего региона. Впрочем, Поднебесную может устроить то, что злодея фильма будет из Гонконга, а бороться с ним будет храбрый Шан-Чи из континентального Китая. К слову, с этим связан еще один забавный акт двуличия Запада по отношению к Китаю. Ибо в разгар протестов Гонконга Лю Фей, исполнительница главной роли в фильме «Мулан», поддержала полицейских, разгоняющих митинги, на которых люди требовали демократию и боролись с режимом. И что вы думаете сделала Дисней, которая, как и все западные корпорации, обожает поддерживать свободу и протесты по всей планете? Да ничего Дисней не сделала. Корпорация сохранила молчание и никак не опровергла слова актрисы, поддержав людей. Потому что это означало бы мгновенный запрет на показ «Мулант» в Китае. В итоге ситуация привела к тому, что простые китайцы устроили бойкот фильму. И хоть сторонников актрисы нашлось много, в итоге проект собрал всего 23 миллиона за дебютный уикенд, что в четыре раза меньше того же «Форсажа». Этому есть и еще одна причина. «Мулан» снимали в Уйгурском районе, и китайское правительство запретило рекламировать фильм. В общем, с Китаем все очень сложно. Но главное то, что студии, голосящие о свободе, не пытаются диктовать стране свои условия. Напротив, они виляют задом, как могут, в попытках ей угодить. В титрах той же «Мулан» Дисней и вовсе поместила огромную надпись с благодарностью коммунистической партии Китая за помощь. Забавный жест от студии, олицетворяющий демократию, не правда ли? Более того, недавнее расследование организации «Пен Америка» заявляет, что Голливуд нанимает целые орды консультантов и превентивно цензурирует фильмы, чтобы их пропустили в китайский прокат. Так, отчет заявляет, что Харрисон Форд, Ричард Гир, Селена Гомес и Шерон Стоун находятся в черном списке, и никакие проекты с ними в Китай не пропустят. Поэтому студии избегают кастинга определенных актеров. Более того, им даже не выдают награды. Ричард Гир во время вручения «Оскара» в 1993 году произнес речь в поддержку Тибета. Это, как вы уже знаете, табу. Но привели слова Гира не только к бану в китайском прокате. В 2002 году мюзикл «Чикаго» штурмовал «Оскары». Однако Гир, несмотря на получение «Золотого глобуса», не был даже номинирован на статуэтку. То есть даже «Оскары» ненавистным Китаю актерам выдавать не хотят. А иногда даже отменяют целые фильмы. Помните «Войну миров Z» с Брэдом Питтом? Шикарный зомби Эпик вышел успешным и собрал 540 миллионов. Но Китай сыграл ключевую роль в истории. Проект основан на книге Марка Брукса. И в ней сказано, что вирус родился в Китае. А цензура партии запрещала о нем говорить, чем вызвала глобальную катастрофу. Хм, что-то мне это напоминает. Это сохранилось и в финальной версии сценария. Однако студия Paramount в ультимативной форме запретила режиссеру включать сцену в фильм. Ребята хотели выпуститься в Китае. А подобный ход был равен выстрелу в голову. Однако Китай все равно запретил прокат. Поговаривают, что дело в Брэдди Питте, который снимался на территории Тибета. Ну или в самих зомби, тем, у которых китайские цензуры не любят. Так или иначе, в Китае «Война миров Z» не вышло. Но разрешила ли студия включать строчки о том, что вирус пришел из Поднебесной? Нет. Paramount подвергла даже запрещенный в Китае фильм цензуре. А позже заявила о разработке сиквела с Дэвидом Финчером в главной роли. Однако Китай сказал, что все равно не выпустит фильм. И хоть вся планета ждала возвращения Пита, «Войну миров Z2» свернули. Просто потому, что Китай отказался выдавать ей разрешение на прокат. А совсем недавно Paramount снова опозорилась на весь мир. Наверняка вы в курсе, что очень скоро ожидается премьера фильма «Топ Ган» с Томом Крузом. Он послужит сиквелом легендарному проекту 1986 года. И уже в трейлере студия послала Китаю знак, что очень хочет получить разрешение на прокат. Потому что в оригинальном фильме на жакете Тома Круза красовался флаг Тайваня. В трейлере сиквела этого флага нет, и он заменен обычными символами схожей цветовой гаммы. На планете нет никого, кроме Китая, кто такое бы вообще заметил. Так что Голливуд снова жертвует деталями своих фильмов, чтобы угодить восточным ребятам. Для Круза подобное заигрывание с Китаем не впервой. В невыполнимой миссии 2015 года ребята по аналогии с «Железным человеком 3» взяли на роль китайскую актрису Жанг Джинчу, постер из которой двигали по всему Китаю. А на выходе оказалось, что у девушки всего 40 секунд экранного времени. Вот в таком мире мы живем, друзья. Есть еще горы подобных примеров, но даже этого достаточно, чтобы понять двуличие современных корпораций. Пока все они окрашиваются в радужные флаги и поддерживают мародеров, насильников и преступников, когда речь заходит о Китае, дух свободы пропадает. Так уж устроен бизнес, и если вы хотите увидеть вторую часть ролика о цензуре для Китая, дайте знать в комментариях, и мы обязательно ей займемся. До новых встреч, друзья!